Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю самые вкусные вареники с двумя начинками. С картошкой и грибами и сладкие с творогом. В этом рецепте просто идеальное тесто. Оно очень нежное, тонкое, с ним легко работать. Оно эластичное, не рвется и не трескается после заморозки. Вареники с картошкой подаю с луковой зажаркой, а вареники с творогом со сметаной. Вареники получаются очень вкусные, тесто тоненькое и нежное. И конечно в них много начинки. Рекомендую их приготовить и попробовать. Уверена они всем понравятся. Для приготовления теста мне понадобится. В миску просеиваю муку. Добавляю соль, перемешиваю. Делаю небольшое углубление. Подготовлю жидкие ингредиенты. В сотейник вливаю воду и молоко. Ставлю на плиту и доведу до кипения. Для этого рецепта можно использовать либо только воду, либо только молоко. Либо взять, как и я, часть молока и часть воды. Тесто получается очень вкусное в любом случае. Но на мой взгляд с молоком оно немного вкуснее, более нежное. Сразу же все вливаю в муку. Добавляю растительное масло и все перемешиваю лопаткой. Конечно руками сейчас замешивать это тесто нельзя. Оно горячее. Поэтому хорошо перемешиваем лопаткой и даем ему немного остыть, чтобы потом можно было все домесить руками. Именно благодаря завариванию тесто получается нежное и эластичное. По такому же принципу заваривания я готовлю тесто и на чебуреки и на пельмени. Оно получается просто идеальное. Тесто немного остыло и сейчас я смогу его замесить рукой. Конечно действуйте аккуратно, чтобы не обжечься. Для этого теста у меня четкие выверенные пропорции. Поэтому я не рекомендую сюда добавлять лишнюю жидкость. Даже если вы чувствуете, что тесто получается вначале немного сухое. Оно хорошо собирается в один ком и я его немного домешу на столе. Это тесто получается упругое, эластичное и абсолютно не требует дополнительного использования муки. Оно не прилипает ни к рукам, ни к столу. Закрываю тесто пленкой и оставляю минут на 20-30. Приготовлю картофельную начинку. И для этого мне понадобится картофель. Режу средними кусочками. Перекладываю его в кастрюлю, заливаю водой, добавляю соль и отправляю отвариваться. И также для моей начинки я подготовлю зажарку. Здесь у меня грибы, лесные и обычные вешенки и шампиньоны. Я покупаю такую замороженную смесь. Небольшими кубиками порежу репчатый лук. И также средними кусочками режу грибы. Как видите, у меня здесь такая сборная солянка. Грибы слишком мелко я не режу, потому что они все равно ужарятся. Картофель уже закипает. И я ставлю разогреваться сковородку, чтобы обжарить лук и грибы. Наливаю немного растительного масла и добавляю сливочное. Отправляю обжариваться сначала лук до легкого золотистого цвета. Когда лук обжарился добавляю грибы. Если вы как и я используете замороженные грибы, постарайтесь их хорошо отжать, чтобы не было лишней влаги. И теперь грибы также обжариваю до золотистого цвета. Грибы с луком немного солю. Также добавлю немного сушеного чеснока. И черный перец. Соль, черный перец и специи добавляйте по вкусу. Лук с грибами обжарился. Сковородку снимаю с плиты. Картофель уже отварился. Перекладываю его в миску. Хорошо стряхиваю воду. И теперь пюрируем картофель либо толкушкой, либо специальной насадкой. Не делайте это обычным миксером. Венчиком от миксера, так как картофель затянется и будет как клейстер. Добавляю в картофель зажарку с луком и грибами и хорошо все перемешиваю. Обязательно начинку попробуйте на вкус, чтобы хватало соли и других специй. Лесные грибы дают такой замечательный аромат. Начинка получилась очень вкусная. Для приготовления творожной начинки мне понадобится. В творог добавляю сахар, 1 желток и экстракт ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Хорошо все перемешиваю. Сахар добавляйте по вкусу. Для рецепта я использую домашний творог. Как сделать его дома вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Обе начинки у меня готовы. И сладкое и с картофелем. Она уже остыла. Вареники с творогом я буду подавать со сметаной. А для вареников с картошкой сделаю зажарку с салом и с луком. Конечно вы можете сделать просто луковую зажарку без сала. Отправляю сало топиться на сухую сковородку и порежу полукольцами лук. Получатся просто великолепные шкварки прожилками мяса. Когда сало вытопилось, добавляю в сковородку лук. Лук я не солю, так как использую уже соленое сало. И пока зажарка у меня здесь жарится, я также поставила кипятиться воду. Я поставила две кастрюли с водой. В одной буду варить вареники с картошкой, в другой с творогом. Лук обжарился, зажарка готова. Сковородку выключаю и снимаю с цветы. Пока я подготавливала начинки, тесто хорошо отдохнуло и оно стало вот такое эластичное, очень приятное, такое нежное. Сейчас я его разделю на две равные части. Из одной части я буду готовить вареники с картошкой и с другой с творогом. Каждую часть подкатываю в шар и снова делю, чтобы удобнее было работать с тестом. Я разделю на четыре части. Кусочки теста, с которыми не работаете, обязательно закрывайте пленкой, чтобы они не заветривались. А этот кусочек раскатываю в валик. В зависимости от того, какого размера вы хотите готовить вареники, на столько частей делите тесто. Я делю примерно пополам и каждую часть еще на пять частей. Я вареники буду делать небольшого размера. Вот эти все кусочки, с которыми не работаю, я сразу же снова закрываю пленкой, чтобы они не заветривались. Доску, на которую буду выкладывать готовые вареники, подпыляю мукой и теперь беру кусочек теста и раскатываю его в тонкую лепешку. Тесто здесь получается очень эластичное и для его раскатки не требуется дополнительно пользоваться мукой. На середину теста выкладываю начинку и соединяю края. Хорошо все защипываю. И вареники с картошкой я буду делать с косичкой. Дополнительно делаю косичку. На самом деле это очень легко сделать. Делайте вот такой защип и подворачиваете его. Получается вот такой аккуратный вареничек. Сформированные вареники перекладываю на доску и леплю все остальные. И покажу способ, которым я буду лепить вареники с творогом. Точно так же соединяю тесто. Теперь беру, прохожусь небольшой вилочкой по краю и теперь ножичком поджимаю тесто. Получается вареник вот с таким рюшем. Очень красиво и кстати способ очень простой. Если вы хотите их заморозить, отправляйте их в морозилку прямо на доске. Когда они полностью подморозятся, можно их переложить либо в пакет, либо в герметичный контейнер. Вода хорошо кипит. Я ее солю и отправляю вариться вареники. Воду немного раскручиваю и закладываю вареники. Обязательно варим их в большом количестве воды. Жду когда вареники всплывут и вода закипит. После того как вареники всплыли, варю их еще три минуты. Посмотрите какие красавцы получаются. Они хорошо держат форму, не развариваются, не разваливаются. Выглядит великолепно. Вареники с картошкой готовы. Достаю их в миску. Хорошо стряхиваю воду. Добавляю к вареникам зажарку с луком и шкварками и хорошенечко все стряхиваю. Вы только посмотрите какая красота получилась. Как аппетитно. Вот такие великолепные вареники получились. Тесто нежное, очень мягкое и много начинки. Это очень вкусно. И в другой кастрюле отправляю вариться вареники с творогом. Воду также солю. Достаю вареники с творогом в миску. Посмотрите какие красавцы. Добавляю кусочки сливочного масла и хорошо стряхиваю. Шикарный обед готов. Вареники с картошкой я слегка присыпаю зеленью. А вареники с творогом, конечно, подаем еще и со сметаной. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!